Очередные пробки, перерытые вдоль и поперёк улицы, уже близко. Впереди ещё один этап ремонта уличной сети города. В этом году работы пройдут на 53 объектах. На всё про всё из федерального и краевого бюджетов выделят 1 миллиард 700 миллионов рублей. Это столько же, что и годом ранее. Капитальный ремонт начнётся на улице Ленина. Также отремонтируют и поперечные улицы. В общем, в центре опять будет не проехать. Капитальный ремонт в этом году предусмотрен на улице Ленина, где будет запланирован ремонт, замена асфальтобетонного покрытия, частичная замена бордюрного камня, устройство и ремонт ливневой канализации. Будет сделан полный блок по безопасности дорожного движения. Что касается ремонта уличной дорожной сети, это будет 42 объекта, где также будут предусмотрены работы по замене или ремонту асфальтобетонного покрытия плюс благоустройство. Текущий ремонт пройдёт на 42 участках уличной сети. В основном в перечне дороги Левобережья, такие как Калинина, Брянская, Молокова, Шахтёров, Взлётная, Свердловская, Проспект Свободный и другие. Полный перечень дорог есть на сайте мэрии Красноярска. Также необходимо построить 4 объекта. В планах начать строительство пешеходного перехода по улице 9 Мая в районе Арены Север, пешеходного перехода в районе Ледового дворца, а также подъездной путь к нему. Ещё транспортную развязку в микрорайоне Тихие Зори. Продолжение эпопеи с ремонтом коммунального моста. Чиновники успокаивают. Для проведения работ переправу полностью перекрывать не будут. За схему организации движения отвечает администрация города, управление дорог. Поэтому схема организации будет проработана. Мост коммунальный мы ремонтируем не первый раз. Обеспечено движение было всегда. Значит, это движение по полосам, это ограничение движения по одной стороне моста, открытие движения по другой стороне моста, реверсивное движение. Вариантов решения этого вопроса много. Это будет зависеть непосредственно от периода, в который мы приступим. Это непосредственно проект производства работ и схема организации движения при производстве работ. Ошибки прошлого года в администрации помнят. В этом году, чтобы не затягивать с ремонтом, в планах как можно скорее определиться с подрядчиками. В феврале уже должны пройти аукционы, а в марте контракты на проведение работ должны быть подписаны. Для того, чтобы на конкурс заявились только профессионалы, имеющие большой опыт в ремонтных работах на дорогах, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, дополнили. Строительство объектов и реконструкцию будут курировать Департамент градостроительства и Управление капитального строительства. Капитальный текущий ремонт проконтролирует Департамент городского хозяйства и УДИП. Также в этом году дорожники должны доделать оставшийся брошенным с прошлого года проспект Мира. Комплексное благоустройство всего створа улицы Мира. Это и замена мощения на пешеходных тротуаров, это подсветка, в том числе архитектурная подсветка зданий и сооружений, находящихся на улице Мира. Это и благоустройство, причем как горизонтальное, так и вертикальное, прошу прощения, озеленение. Поэтому все детали проекта на сегодняшний день имеют 90% готовность. После обсуждения с профессиональным сообществом, то есть мы это сделаем достоянием общественности. Теперь проконтролировать подрядчиков смогут не только депутаты и общественники, но и простые горожане. На сайте администрации можно будет сообщать о замеченных недочетах и нарушениях со стороны дорожников. Антон Шучук, Вячеслав Казаков, Афонтова новости.